Друзья, с вами Резмитрий Рашенко. Сегодня мы поговорим об оформлении РВП ВНЖ гражданства для граждан Азбекистана и Таджикистана. Много вопросов, которые вы задаете на YouTube, в других соцсетях. Итак, сегодня обсудим именно схему движения от стадии временного пребывания по миграционному учёту, либо с патентом и дальше до получения уже положительного решения о приёме в гражданство с последующей присягой и, соответственно, оформление внутреннего паспорта Российской Федерации. Первая стадия – это, соответственно, стадия оформления разрешения на временное проживание в Российской Федерации. То есть это первая ступень. Есть два варианта. Либо мы оформляем её по квоте. По Москве фактически с января по ноябрь мы подаём на квоту. В регионах нужно уточнять именно даты. Все критерии должны быть заполнены. Подаём документы, ждём рассмотрения. Обычно дней 30-40 рассматривается заявление. В последующем, если выделена квота, далее уже подаём документы на РВП. Квоты действительно до 31 декабря каждого года. То есть 22 выделили до 31 декабря 2022 года. Если есть варианты без квоты, в данном случае требуется именно основание. То есть какие могут быть основания? Это брак, это диплом, это, соответственно, программа переселения. Вот на текущий момент по данным вариантам мы можем оформлять разрешение на временное проживание в Российской Федерации. То есть здесь предварительно какие-то согласования, что-то ещё, какие-то разрешения не требуется. То есть сам по себе факт, например, свидетельство о браке является основанием для оформления разрешения на временное проживание только в том регионе, где постоянно зарегистрирован супруг. То есть место жительства супруга, супруги гражданина Российской Федерации. Обязательно при подаче документов на РВП по браку, ну или вообще в целом, да, то есть по квоте, является наличие знания русского языка, основного законодательства, истории, то есть сертификат. Сертификат на патент не подходит, то есть это новый отдельный сертификат. И, соответственно, медицинские анализы, которые должны быть отрицательными. Доход мы не подтверждаем, срок рассмотрения 60 суток для граждан Узбекистана, Таджикистана. Соответственно, получаем РВП, которое проставляется в виде штампа, либо бывают случаи, когда на отдельной бумаге. На текущий момент такие случаи тоже встречаются. После получения РВП мы можем в общем порядке, даже если у нас расторгнут брак, подать на вид на жительство. Через 8 месяцев проживание с разрешением на временное проживание, то есть с РВП. Подаем на вид на жительство по истечении 8 месяцев. Опять же, обязательное условие. Здесь доход. Он может официальный, может быть неофициальный в виде вклада, справка из банка. Опять же, значит, знание языка, основное законодательство истории, новый сертификат уже на ВНЖ. И далее уже, значит, мы опять же сдаем медицинские анализы и подтверждаем основания. Как я уже сказал, это может быть общий порядок, это может быть брак с гражданином Российской Федерации, это может быть и носитель русского языка, но тогда мы сокращаем. То есть мы можем подать сразу, не выжидая 8 месяцев. Также у нас может родиться ребенок в браке, например, и тогда мы можем тоже не выжидать 8 месяцев проживания с РВП и подать сразу на вид на жительство. Срок рассмотрения вид на жительство в общем порядке составляет 4 месяца. Получив вид на жительство, мы должны поставить штамп по месту жительства. То есть мы можем сделать миграционный учет, пробуя это уведомить о прибытии на 90 суток. Но для подачи движения на гражданство мы должны поставить штамп вид на жительство, это уже отдельная книжка. И в последующем мы рассматриваем основания для оформления уже гражданства. То есть либо это общий порядок, но надо прожить 5 лет непрерывно с видом на жительство, и достаточно сложный пакет документов, там и доход подтверждаем, и знание языка. Но есть основания в упрощенном порядке, то есть когда срок рассмотрения составляет 3 месяца. В данном случае, опять же, это может быть брак. Если есть общий ребенок, то 3 года не требуется проживание в браке. Если нет детей, то браку должно быть 3 года, пока без изменений на этот счет. Также это может быть наличие родителя гражданина Российской Федерации, совершеннолетнего ребенка, несовершеннолетние, значит, дети граждане Российской Федерации основанием для граждан Тачикистана и Узбекистана для оформления гражданства не является. В данном случае надо рассматривать иные варианты. Многие идут по схеме ВНЖ, подают на носите русского языка, получают решение ВД и сдают документы на гражданство. То есть какого-то либо упрощенного порядка именно с ВНЖ на гражданство по аналогии с гражданами Молдовы, Казахстана, Белоруссии, Украины в законодательстве нет. То есть мы рассматриваем иные варианты, там общий порядок, как я уже сказал, или другие основания, которые указаны в статье 14 закона о гражданстве. После того, как мы подаем документы на гражданство, по многим основаниям, это, опять же, необходимо подтверждение знания языка. То есть это либо сертификат на ВНЖ, он является основанием и на гражданство, либо это, значит, диплом российский, решение МВД о признании носителем русского языка, достижение возраста. В данном случае вот эти основания являются подтверждением знания языка. И срок рассмотрения в упрощенном порядке заявления граждан составляет 3 месяца. Плюс-минус, если есть какие-то дополнительные к вам вопросы, могут, конечно, продлеть еще на 3 месяца. Такие случаи в отношении граждан Таджикистана, Узбекистана, значит, бывает на практике. После того, как вы получили уведомление о приеме вас гражданства, связывайтесь с сотрудником ОВМ, инспектором, согласовывайте дату присяги. Присягу можно согласовывать в любой момент, когда вам удобно. То есть у нас срока конкретного законодательства нет, то есть не регламентирован, когда вы должны явиться. И, соответственно, за то, что вы своевременно не явились или оттягиваете дату присяги, никто аннулировать решение не будет. После того, как вы приняли присягу, оформляйте внутренний паспорт с последующим оформлением загранпаспорта. И, естественно, уже пересекаете Российскую Федерацию по внутреннему, либо загранпаспорту, зависит от стороны выезда. Такие условия. Будем с вами на связи. Всего доброго.